Жми лайк этому видео, набираем 2000 лайков и будет большой топ игрушек под мобильные девайсы. Давайте поскорее поднажмем. Привет интернет, с вами Илья, это Игра День и большой топ игрушек под мобильные девайсы. Я собрал все самое интересное за прошедшую неделю, собрал 20 самых интересных и актуальных мобильных игр. Так что запаситесь чайком, берите печеньки, чтобы еще было приятнее смотреть наш топ. Также по классике я показываю победителей с моего прошлого топа, это вот ребята, они в комментариях писали и получили уже свои денежные призы. Тут в общем-то то же самое, устраиваем также конкурс, разыгрываем 1000 рублей среди подписчиков и все, что нужно для участия, это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и написать как можно больше комментариев. Чем больше комментариев вы пишете, тем больше шансов у вас на победу и пишите именно большой комментарий и тогда я его конечно же тоже замечу. Ну а так особо затягивать давайте не будем и гоу поскорее смотреть топ, поехали! И начнем мы сегодня с GTA Samp на телефоне. И ни для кого не секрет, что в Samp на телефоне играть очень удобно, ведь делать это можно где угодно. Я рекомендую попробовать сервер онлайн роллплей. Кстати, здесь недавно было обновление, кучу всего добавили, так что рекомендую ознакомиться даже тем, кто ранее уже заходил в игру. Уверен, вы офигеете от новых плюшек. Здесь выбирайте свою роль, постарайтесь поднять кэш на работах, выполняйте квесты и не забывайте о покупках. Можно купить крутую тачку, мотоцикл, одежду и так далее. В общем, сервер классный, онлайн большой, так что залетайте и по промо-коду игродень получайте валюту в игре. В общем, гоу туда. Ну что ж, а мы идем далее, и следующая игра это House Lords RPG. Это новый отечественный фэнтези-баттлер для любителей хардкорных игр. Игра, кстати, также недавно обновилась, так что самое время окунуться в этот виртуальный мир. House Lords это мобильное тактическое RPG-действие, которое происходит в уникальном фэнтези-мире Тортезии. Основные геймплейные составляющиеся сосредоточены в одиночной кампании, однако в игре присутствует PvP-элемент, а также соперничество между гильдиями. Там разработчики обещают сделать упор в дальнейшем и будем ждать. Экспериментируйте с десятками героев и сотнями солдат, улучшайте своих героев с древом развития, а также покупайте и одевайте крутые шмотки. Короче, арена вас ждет, давайте подключайтесь. Rolling Souls офигенный круговой пазл. Помоги герою собрать все осколки душ, чтобы победить, и это будет, к слову, непросто. Это тот случай, когда решает реакция и ловкость ваших пальцев. Цель игры это собрать все осколки душ героям, которые выглядят в виде блестящих кристаллов и находятся на орбитах. Но будьте осторожны, избегайте разных опасностей, ведь их будет очень много на пути. Чтобы пройти уровень, нужно будет попасть в зеленый круг, который будет доступен, когда вы соберете все кристаллы. Таким образом, собираем кристаллы, попадаем на зеленый круг и переходим в новую локацию. Игрушка прикольная, и как таймкиллер, и как тренинг реакции, просто крутая штука. Басси Би, всплеск цепной реакции. Это очень милая и симпатичная гололомка, которая мне запомнилась на этой неделе. По сюжету, джелейные блобы заняли все поле и поглощают воду. Цветы не растут, ну а пчелка негодует. Она жалит полных блобов, и капли разлетаются в сторону и наполняет других блобов, чтобы они уже лопнули. Как вы понимаете, задача это очистить все игровое поле от этих блобов, и это будет непросто. На первых уровнях, конечно же, вы лишь познакомитесь с механикой, ну а далее приключаем внимательность и логику, и тут начинается все самое интересное. Тут нужно запустить цепную реакцию, чтобы уничтожить всех блобов, при этом они тоже разные. Какие-то стреляют по сторонам, какие-то по углам, будут еще камни, баррикады, и это тоже добавляет интерес. Ну а когда наконец-то смог пройти уровень, получается такой эффект удовлетворения этим делом, и игрушка от этого цепляет. Вообще в игре много уровней и сюрпризов, есть магазин с шапками, что тоже прикольно, и вообще атмосфера игры весьма приятная. При этом игра еще развивается, поэтому я рекомендую вам скачать ее, поставить оценку в Google Play и оставить комментарии. Это будет круто, и таким образом мы поддержим инди-разработчика. Что ж, идем дальше, и в Apple Arcade вышел хоккейный симулятор Ultimate Rivals The Ring. Это первая игра в новой спортивной линейке. Это именно первая игра во франшизе, посвященная хоккею, ну а далее будет баскетбольный симулятор. Графика здесь не фотореалистичная, но довольно стильная, а игровой процесс кажется безумно динамичным. Сами матчи длятся не очень долго, что идеально подходит для мобильной сессии. Авторы Heroes of Warland готовят мультяшный PvE-шутер Lotland. Разработчики рекламируют свою игру как супер-казуальный кооперативный шутер, в котором вы вместе с другими игроками будете сражаться с монстрами. Это исключительно PvE-проект. Из поверженных врагов будет выпадать и лут, его нужно будет собирать, чтобы прокачивать свое оружие и снаряжение. Ну и как в большинстве современных игр, это будет весьма интересно. Тут будет много локаций, механика и обилие разных покупок. War Spear Online в игре новое крутое зимнее обновление. В Иринаре ежегодно отмечают праздник миророждения АК Новый Год. Для игроков открывается новый временный остров, снежный предел, где происходят все действия. Каждый год какой-то злодей, как вы знаете, уже угрожает празднику, и игроки должны помочь старику Белобороду спасти это торжество. В этом году разработчики обратились к скандинавской или славянской, так скажем, мифологии, и главный злодей это Чернобог. Сама вечная зима склонила перед Чернобогом голову, а вместе с ней огромная армия ледяных существ теперь всем мешает. Принял старец имя Карачун и двинул свою армию на дворец Белоборода, желая сделать снежный предел своим королевством. Мы должны бросить ему вызов, и таким образом нас будет ждать новый остров, загадочное сюжетное расследование, рейд босса Карачуна, динамические сражения с сундуками и бафами, турнирное гильдийское событие на ГВГ территориях и многое-многое другое. Короче, подключайтесь, ссылка также в описании. Song of Bloom, отличный авторский проект разработчика Си Соу, Супер Цаев и Бэйкинг Зе Гейм. И это игра, на которой работают прямо сейчас. Автор описывает её как свой самый амбициозный проект, и фактически это глонка сюжетом, но на самом деле это некий микс из разных стилей, призванный передать эмоциональный мир главного героя. Cat Quest 2, вышло долгожданное обновление, добавляющее в игру режим «Новая игра плюс». Cat Quest 2 это одна из лучших RPG этого года и один из важнейших экклюзивов для сервиса Apple Arcade. Главной его особенностью по сравнению с оригиналом стала кооперативный режим с возможностью играть вместе с другими реальными игроками. Недавно для проекта вышло крупное обновление, которое наверняка заставит вернуться в неё даже те, кто её уже прошёл, ведь основное нововведение здесь режим «Новая игра». С его помощью вы можете заново пройти всю игру, сохранив снаряжение, опыт и прочее после завершения своего сюжета. При этом игра адаптируется под вас, таким образом точно не будет легко. Star Diffusion, новый топ-даун шутер для мобильных платформ. Здесь обязательно стоит играть в наушниках, потому что игрушка максимально страшная. Известка традиционная, вы оказываетесь на безлюдной космической станции и должны найти путь домой. Атмосферу продают свет фонарика, который вы можете освещать лишь ограниченные участки на локации. В Mario Kart Tour в режиме бета-теста появился онлайн мультиплеер. Новый режим будет доступен в игре уже 26 декабря, и разработчики предупредили игроков, что те могут ожидать и обрывов связи, и вылетов, так что возможно будут такие проблемы. В любом случае, я думаю, потом всё наладят и будет замечательно, и таким образом вы сможете поиграть в мультиплеере. Для андроид-версии игры Grid Autosport вышло обновление с поддержкой новых устройств. Добавили поддержку Xiaomi Mi 6, Mi 9, OnePlus 7 и Sony Xperia 1. Также была исправлена проблема, возникающая при подключении DualShock 4, так что теперь с геймпадом тоже можно играть. Стоит ожидать, что со временем для игры будет выходить ещё и новое обновление, ещё сильнее расширится список поддерживаемых устройств, так что будем следить. Предрегистрацию игры Shadowgun War Games прошли уже 500 тысяч человек, а проект станет доступен уже в феврале. Судя по трейлеру, разработчики черпали вдохновение у Overwatch от Blizzard, и получилось у них весьма круто. В пользу этого предположения говорит и визуальный стиль, и исполнение отдельных героев, и их способности. Что ж, ждём игру. Кстати, по теме Overwatch. Мультиплеерный шутер Ace Force может выйти на английском языке, так что будем ждать. Для русских, я думаю, это тоже будет круто, потому что не все, я думаю, знают китайский, ну а с английским гораздо проще. Скингам тоже всё должно быть и лучше, потому что скоро нас будут ждать новые сервера. Стартовала предварительная регистрация на онлайн-шутер Warface Global Operations на Android-девайсе. Пока что страница предварительной регистрации открыта в Google Play, а официальную дату релиза не сообщают, однако рекомендую вам подать заявку. My Winter Album – миниатюрная голонка для создания новогоднего настроения. Здесь вам предстоит установить коллекцию зимних воспоминаний бабушки главного героя. Визуально эта игра напоминает яркий нарядный кубик Рубика, и это, конечно, не экшен от первого лица в заснеженных таких декорациях, но в процессе вы сможете воссоздать массу сцен, которые ассоциируются с зимой и новогодними праздниками. В официальном твиттере Бенди вышел новый трейлер к игре Bendy and the Dark Revival, и наш любимый Бенди вернётся в 2016 году, возможно, и на мобилках игра тоже будет. Это хоррор с видом от первого лица, в котором вас будут ждать новые приключения Бенди и ещё больше ужасов и кошмаров. Глобальный релиз Dead by Daylight также состоится в 2020 году. В блоге написано, что большая часть игры уже утверждена, но перенос на 2020 год позволит отполировать последние штрихи так, чтобы на выходе получился качественный продукт. Попробовать игру в любом случае уже сейчас можно, ссылка будет в описании. Jumanji Epic Run, старая, добрая Jumanji на наших мобилах. Разработчики называют свою игру 4D-раннером, намекая на то, что в процессе вас ждёт сразу несколько режимов перемещения, а именно не только бег сквозь джунги, но также полёты на потоках воздуха, скалолазания и многое другое. Тем не менее, сам игровой процесс от этого не меняется, а вы всего лишь делаете свайпы, перемещаясь по трём линиям. Ну и последний на сегодня и стартовал первый бета-тест игрушки Devil May Cry. Графически эта игра не особо удивила, однако здесь можно видеть экшен, похожий на оригинальные части. В любом случае, я думаю, игра будет клёвой на релизе, пока идёт только бета-тест, поэтому и графику, возможно, подтянут. В общем, за проектом также будем следить. Короче, игра, по-моему, клёвая. Так, ну что, ребята, на этом наш топ подходит к концу, и, как обычно, жду от вас лайки, комментарии, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и включите все уведомления, и тогда вы будете в курсе всех мобильных игрушек. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь с вами увидимся. До встречи. Пока.